все поехали да обещали видео про этот поворот где бились машины в общем я не знаю нас видно нет видно ли этот поворот вот здесь сейчас едут машины едут они из коврова сторону суздаля вот смотри начали снимать как назло все машины пропали не дали в общем если бы здесь ставили кресты когда человек разбился здесь бы вот с обоих сторон вот именно этот поворот было бы целое кладбище потому что народ бился ночами и в основном со смертельным исходом со мной работала одна женщина вот она мне рассказывал у нее вот там в деревне где эти родственники живут мысль потерял в общем не отвлекись да смотри какая зловещая луна сквозь подальше уйдем чтоб нас за психов не приняли в общем отсюда они ползли в ту деревню где церковь стоит на болоте это когда было это было восьмидесятые девяностые года а там церковь стоит она это там населенный пункт несколько домов живых да и там в общем получается что как они мне рассказывали вообще вот люди в крови приползали в час ночи в три и это был причем каждую ночь с коврова у меня есть знакомая она рассказывала такое у нее конкретно разбилась эта семья знакомых то есть они ехали ковров возвращались откуда точно не знаю и разбились вот на этом повороте связывали это вот стоит церковь и с тем заброшенным кладбище там еще на болоте есть это как верно там купель недавно построили если так можно назвать и стоит колодец источник вот там не знаю точно чего в нем воды там все время мало мы летом обычно ездили вообще да я бы тоже выезжал хуй знает два мутных стоят на повороте себя снимают ну пойдем подальше не будет пугать людей в общем и так и что с этим колодцем не так 8 с этим колодцем все так это уж так мужики для прикола рассказывали что похмелье сразу голова проходит у людей с этого колодца но в общем суть в другом народу набилось море и вот эти знакомые говорили что вся мистика с того кладбища то есть вот образом говоря мы сейчас тобой можно стоять а тут всякая херь вокруг нас творится но прошло все здесь до закончилась когда здесь папы какую службу провели вот конкретно на этом повороте информация подтверждена до сто процентов от двух людей и когда это было примерно это было где-то я так думаю в конце 90-х а в конце 90-х ну то есть да не ну смотри по сути поворот не такой нему видно все до приставки стране смотри это сейчас видно ну а тогда здесь не фонарей ничего ночь ты поворачиваешь вот с этого поворот ты не ожидаешь что здесь еще один поворот возможно так но они они улетали это все наглухо то есть не связано с той хренью который кто-то появляется да они я знаю стоит что но эта версия это опять версия тех у кого люди разбили с родственниками стоит вот связано с но это я выжил там что-нибудь есть какие-то информации там ты говори но это знаешь если они где-то их сейчас найдешь нет почему его этого нет здесь нормально сейчас сейчас в ручьях а все бьются до ручьи теперь да там опасно ну чё поехали к церкви к саму сейчас там дедушка выбежут опять в общем подошли мы короче да вот это вот тот дедушка который все время всех гоняет по ночам так слушай да вот этот ротинг источник церкви здесь стояла сначала деревянная я тогда встретил здесь женщину я вообще сам пирас на велике сюда приехал и ей было но настолько там интересно что снимают для интернета но я ее саму снимать не стал она мне рассказала вот была сначала деревянная дмитриевская церковь то есть церковь дмитрия солунского так что у нас кусты в общем церковь дмитрия солунского и получается что деревянную ну знаешь чё если память не изменяет по моему она тоже скала деревянная периодически типа пожар что-то там это в общем ее сломали дело вместе и и поставили каменную все мы подошли сейчас я тебе покажу эти кресты которые лучше не трогать да ну и в общем вот источник сзади нас в общем сняли они вот они висят видишь опа один остался было два кто-то хапнул чё-то в общем смотри построили каменную и от этой церкви до монастыря идет подземный ход кирпичный серьезно да но дедушка и мы его тогда спрашивали он говорит его нет это сказки я не стал с дедушкой спорить разобеждать его да то есть у меня тоже живые люди которые сами лазили в этот подземный ход это не женский монастырь какой да да и вот он идет через болото в женский монастырь считай вот здесь вход они мне показывали где и там они мне примерное место говорили но я там монастыре не разуме нужно смысл смысл не знаю то есть он вот так шатается берет когда по нему идешь там кирпичи даже ходят за счет вот это то что болотистая местность но в общем сейчас мы переключимся на другую на нормальную съемку логика строительства то есть непонятно где монастыр туда вот за лесом так поехали снимаем а уже снимаю вот я тебе говорю про эти кресты было два если ты будешь предыдущие видео смотреть а я тебе и говорю все это странно что очень старый крест может он конечно знаешь что может он упал нитка сгнила но их было здесь два но может не все так тоже вот старая какая-то тут икон ну ты слушай но посвятить посмотреть ну да и то есть вон у них там икона купили она вон он под сарайчик но к нему вижу сейчас даже тропинки нет хочешь пойдем сходим донизать муж собаки вот он этот сарайчик дает по легенде по легенде не знаю то есть там набираешь воды снова ходишь и моешь но типа да получается да ну что внутрь я снимать не буду вот забор поставили недавно забора не было но да то есть видишь вот вот это старое кладбище за забором и вот с ним и связывали что это но как то чё то здесь не так я точно сказать не могу чего не так это легенда но это не сейчас ее уже видно что церковь получается дмитриевский погост вот он за этим забором короче прошлись смотрели серёга вначале жути навел но потом короче как все улеглось само собой короче я сколько здесь один раз не был не знал и все нормально чуть-чуть и меня нет и не теребила ночью вечно все нормально теперь но именно вот кто со мной работала она рассказывал что именно вот когда папы провели тут свою какую-то эту я не знаю как это правильно назвать церемонию здесь перестали биться но возможно это связано с теми знаками которые уже стоят теперь светится что поворот вот 150 на 50 до мистика я молодость короче в общем кто во что верит тот той версии придерживается но ты ничего не чувствуешь да я и не чувствую я вообще спокойно себя чувствую везде я просто мнительная короче когда навозят страху и жути в темном месте в тём лесу и начинается это не мне бы знаешь что так хотелось бы увидеть лица вот этих на машине которые развернулись на нас такие посмотрели и уехали дать кстати знаешь что может они ехали травки покурить примерно верно или кто-то чужую жену поездки чё-то снимают ну ладно хрен с ним они там покурить это ладно я представляю его лицо он такой смотрит такой за за руль дерзает ну вот потрахались мы можно сказать ей здоровье сохранили а то вот и и в этой в холодной машине в лесопосадке а потом бы она бы собирала в интернете помогите больному ребенку я мою сердце начинает заводить негативный негативный разведенный с прицепами это больное тело можно это не смотреть сейчас начнется едем в подтверждение слов что здесь кто-то чего-то разбивался две недели назад я ехал с коврова видел машина четверка лежит в кювете снесла напрочь столб снесла столб так что я сейчас скажу тебя бля ебнутый со свентом еду да мы такие не обращайте внимание вот так что так не знаю жертвами или не жертвами но в принципе да вспомнил кстати значит на этом месте начали снова биться причем дорога прямая была ну там я не знаю может дороги снесло не знаю но в общем мы увидим чё ладно выключай вроде все сняли и и Субтитры сделал DimaTorzok